Здравствуйте, дорогие друзья! Я Анатолий Семенов и, как всегда, в это время в эфире программа Город Эс. Ну, как-то все привыкли уже, что у меня всегда на передачах бывают профессионалы. Профессионалы своего дела. Это из области кемиотографа, исполнительского, музыкального искусства, живопись, образование и так далее. И как-то до обидного редко у меня бывают здесь мои коллеги-журналисты. Вот сегодня я справляю эту досадную оплошность и, дамы и господа, представляю вам звезду самарской журналистики. Итак, Ирина Лукьянова, главный редактор Самарской газеты. Здравствуйте, Ирочка! Добрый день, Толичка! Сапожник без сапог, поэтому друг друга в гости зовем редко. Ну да, ну да. Встречаемся тоже редко. Да, встречаемся. Это обидно, редко, кстати. К сожалению, к сожалению. Ну, время есть время, и графики жесткие очень всех. Ирина, я, надеюсь, тебя не обидел вот таким, казалось, высокопарным объявлением, но я на самом деле так думаю. Своим журналистским студентам всегда говорил, когда мне передавали что-то там в аргументах и фактах, например, сейчас вот самарская газета, я всегда говорил, ребята, стремитесь попасть сюда на практику, потому что вы там реально чему-то научитесь на самом деле. Вот. И, к сожалению, до обидного редко мы с тобой сотрудничаем, потому что последнее, что я могу припомнить, это газета «Советник», где я был колумнистом. У тебя была колонка постоянная, да. А с тех пор как-то просто я вроде только соберусь, а у тебя раз новое издание. Долго собираешься. Да, совершенно, все исправлюсь, исправлюсь. Если есть приглашение, я исправлюсь. Есть, конечно. Ирина, начнем вот с чего. Газета, вот ты мне перед эфиром подарил несколько номеров, ну, относительно свежих, ну, практически свежих, да. И я просто сам себе напомнил, газета городского округа Самары издается с января 1884 года. Ты возглавляешь не с того времени? Нет. Попозже как-то, да. Ну, получается, что в прошлом году 130 лет шарахнул, да? 130 лет, да. А было 130 лет, да. Как-то издание отмечало эту огромную дату? Ну, и весь год. Весь год отмечали эту дату. У нас, конечно, был такой ударный момент, когда на дне прессы в прошлом году мы выложились, на самом деле, проводили там и площадку. У нас была очень интересная и конкурс. Мы проводили для наших читателей массу чего для них делали. А что делали в самом издании, да? А в самом издании у нас постоянно шли краеведческие материалы, которые связаны были с вот этим большим периодом жизни газеты. Потому что она, на самом деле, старейшая в Самаре, да и в Самарской области. Но тут ведь как вот с нашим госуниверситетом, да, это та же история была. Она существовала до, если мне память не изменяет, то ли 13-го, то ли 14-го года. Вот сейчас не хочу перепутать, поэтому кому интересно, залезут справочники, чтобы уточнить. А дальше был перерыв до 91-го года. И с 91-го года газета снова начала выходить. То есть реинкарнация, да? Ну, я бы сказала, знаешь, что ли, даже не реинкарнация. Это вот как-то вот, как в теории света, да, волновой и квантовый, да? Вот квант, знаешь, вот один квант, другой квант. А волна-то идет. Ну да, она не прекращает идти. И поэтому мне кажется, что это было вот такое продолжение после какой-то паузы. А что это пауза в историческом масштабе? В историческом масштабе ничего. Вчерашний день. Да, да. Потому что традиции, которые существовали в издании, а это же была действительно в подлинном смысле городская газета. Газета, вот не хочу сказать городской интеллигенции, нет. Газета людей, которые, для которых была важна среда, в которой они жили. И которые были абсолютно открыты миру. Ну, то есть это такая газета-сообщество. Сообщество. Как комьюнити американцы называют. Да, 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 как ни назови. Но это вот сообщество такое людей, горожан, которые любят свой город. Немезразличный. Город. Город для них не окуклился, потому что там же были авторы и московские, и российские. То есть там были контакты совершенно потрясающие, культурные, различные, да, в Самарской газете. Они публиковались там. То есть такая абсолютно открытая история была всему. И в этом смысле Самарская газета сохраняет свои традиции с 91-го года. Я, кстати, там работала. Если ты помнишь, мы с тобой там и познакомились тогда, да? В 91-м году. Вот. Она всегда была вот такой. Знаешь, она была не провинциальной газетой в этом смысле. То есть, конечно, она абсолютно локальная. Конечно, она про то, что в Самаре. Конечно, она про какие-то такие мелочи, мелочи, казалось бы, мелочи, да? Мелкотемия мы говорили. Казалось бы, да. Казалось бы. А они же... Мы же знаем, что вот в таких деталях быта, бытия, это и проявляется. Самое вкусное. Самое вкусное там. Отлично. Вот смотри, я прямо начинаю с... Не могу глаз оторвать. Вот номер, который я сейчас покажу на камеру. И мне очень понравился материал здесь внутри. Понятно, о чем речь идет, наверное, да? Вот сейчас покажешь. Дороги, которые мы выбираем. Ну, это настолько классическое название. Ну, конечно. Дороги, которые мы выбираем. Вот об этом номере и как вообще... Для меня всегда очень важно, я и студентов этому всегда учил. Материал хороший, это здорово. Но крайне важно, причем в западных изданиях, по-моему, отдельная редакция занимается только изготовлением, подготовкой заголовков. Конечно. В ним поступает рыба с какими-то рабочими названиями, и они доводят вот как бы этими своими заголовками до блеска, до изыска. Вот у вас есть отдельная редакция заголовков? Ну, нет, конечно. У нас 16 человек творческих сотрудников. Сколько? 16. Всего? Включая, да, моих заместителей, которые, собственно, редактируют тексты, и не пишут, да? И ведут один из трех номеров в неделю, потому что у нас три номера в неделю, вторник, четверг, суббота, ну и просто еще спецпроект. Ну, в общем, да. Как это? Это такая... По секрету, скажи мне, как это удается? Я не знаю. Сказал мне главный редактор Санкт-Петербургской газеты. Я не знаю, как это удается. Здорово. Нет, ну это большим трудом. Только большим трудом. Но вот я понимаю, что... Поэтому, к сожалению, да. Поэтому, к сожалению, не каждый заголовок удается довести до блеска. До блеска, да? Потому что, конечно, когда есть отдельная редакция и свежие абсолютно головы думают только над заголовками, только об этом. Только шапка, да? Это абсолютно правильно, это такой технологический подход совершенно. Но вот наша сегодняшняя реальность... Не позволяет, к сожалению, такой роскоши, да? Не позволяет такой роскоши, да. Ясненько. Ну, тем не менее, вот в этом номере я, кроме дороги, которую мы выбираем, я сейчас не могу не остановиться... Ну, кстати, в пользу этого заголовка, здесь же игра. Дороги, которые мы выбираем, это смысл-то такой пафосный. А мы тут про дороги. Нет, а я и сказал. А мы тут про дороги. Я сказал, что, в общем-то, это дорога к Самаре, но... Так, как бы, развертка такая философская. В номере есть рубрика «Акцент» и статья «Неуправляем». Вот я показываю, так ее просто издалека. А, Инга, 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 твоя коллега. И вижу здесь родное лицо. С нашей телекомпанией «Самаргис». Инга Пеннер, великолепный журналист, красивая женщина. И вообще талант, и талант, и талант. Вот, то есть, с вами работают и приглашенные звезды, да? Да, конечно, конечно. Ну, кроме Инги Пеннер, кто еще? Ну, ты, надеюсь, будешь работать. Да? Да. А, вот видите, я не знал, спасибо большое. Нет, на самом деле у нас есть потрясающий совершенно внештатный автор. Для нас постоянно работает Дима Галаков. Такой самарский писатель, замечательный краевед, да? Это имя и опыт. Да, да, это имя, да. У нас публикуют свои материалы, скорее, выдержки из книг Анатолия Виноградов. Тоже, наверное, известный эколог самарский. Ну, на самом деле, такой очень известный принципиальный человек. А Завальный не работает? Завальный, Завальный бывает, да, конечно. То есть, в этом смысле мы очень дорожим нашими, как газеты говорят, нештатными авторами, а точнее, это наши друзья, партнеры нашей редакции. Это такие люди, конечно. Штучные. А, Елена Яковлевна Бурлина. То есть, вот мы сейчас готовим публикацию о филармонии. А, в связи с юбилеем, да? В связи с юбилеем филармонии. Это будет, я думаю, круто. Ну, так вот, да, и ты же знаешь, что и мама Елены Яковлевны очень долго... Ну, конечно, ну, конечно. Это, как бы, страница в истории филармонии. Открой нам немножко такие творческие свои, как бы, заделы. А Бурлина, я надеюсь, вот по юбилею филармонии будет не один выпуск, не в одном номере, потому что там же... Я, конечно, надеюсь, что... Несколько номеров, наверное, будет с продолжениями, да? Конечно. Потому что там столько историй, столько великой истории. Конечно, конечно, конечно. Ну, здорово. Спасибо вам, конечно, огромное за то, что вы делаете. У нас сейчас замечательная, кстати, идет история, а это вообще совершенно такая вот эксклюзив, который непонятно как к тебе приходит, да, какими путями. Мне моя добрая подруга университетская позвонила, говорит, у меня тут есть такой замечательный текст, его написала наша энергетика, она вообще-то из Екатеринбурга, но она написала абсолютно самарскую историю про Бастрома, Бастрома, Толстого, маму Толстого, ну, как бы вот вся вот эта, казалось бы, да, она общеизвестная, но там очень есть изюминка в этой истории. Она писала ее в поисках собственных семейных корней, потому что... Значит, начинала она свою раскручивать, да? Да, она из семьи Бастремов. Бастрема, Бастрома, это вот боковое, то ли там какое-то, ну, в общем, она искала свои корни, и вот таким образом она нарыла вот эту вот историю любви потрясающую, да, такую, ну, на самом деле это... Ну, это вот не в этих номерах, нет? Уже начали, нет, не в этих номерах, но вот начали в последнем номере накануне праздника у нас был, выходил 11-го числа. Вот там мы начали эту историю, но она такая история с продолжением длинная, так что вот рекомендуем. Вот смотри, я показываю следующий номер, который мне преподнесли, я смотрю, это субботний выпуск, это такая, видимо, толстушка, да? Да, такая толстушка, с программой. Как формируется, как вы делаете субботние номер, то есть, видимо, это тут больше развлекательного какого-то материала, да, обычно в субботних выпусках? А, ну, мы стараемся, да, от того, что мы называем... Культура, развлечения... Ну, культуру мы не считаем развлечением, культура это такая нормальная... Дело серьезное. Дело серьезное, нормальная человеческая жизнь. У нас, кстати, даже полосы культур в субботнем номере нет, они у нас именно вторник и четверг. А, вот так, да? Да, культура. Но другой вопрос, что, как бы, все культура, да? Тот же краеведение, те же люди, Самары, больше людей, насколько мы можем себе позволить, больше людей, это, естественно, спорт, это, естественно, здоровье, это дача, это какие-то такие вот вещи, которые интересны нормальному, в хорошем смысле, обывателю всегда, потому что это... Такая история. Да, такая история про него, на самом деле, то, что ему важно каждый день. Вот смотри, ты сама, понятно, что ты долгие годы руководишь разными СМИ, печатными, но ведь до этого ты была и не всегда большим печатным начальником, да? Например, ты вела прекрасный... До сих пор очень многие люди вспоминают эксперт-студию на телеканале «СКАД». Я-то упомянул, правда, как бы конкурентов, да, но этого проекта уже нет, экспертной студии. И очень жалко, что нет. Уже давно нет, да. Потому что это был блистательный, конечно, телевизионный проект. Вот как тебе так удалось из рук, из лап телевидения, из такого вот, я не знаю, из чего вообще невозможно вырваться, поверь мне, и ты как-то вырвала себя и стала принадлежать последние годы печатным СМИ? Как тебе удалось? Толь, ну, во-первых, как бы не так. Я пришла на телевидение уже... С печатных тоже, да? С печатных. И параллельно ты же работала. Да. Ну, да. Ну, параллельно не всегда работала, потому что это особенно в период вхождения, когда ты меняешь вот это вот... Вот не хочу сказать формат, потому что дурацкое заезженное слово. Да, заезженное. Это не формат. Это какой-то язык другой, журналистский, да? Это мышление какое-то другое. Это журналистика, но она немножко на другом языке. Да? Вот есть русский, есть болгарский. А есть еще чешский или словацкий. В общем, другим понимаем, как бы, да. И ты объяснишь, что потравение – это продукт. Вот примерно так же у газетной журналистики с телевизионной, где ты подчинен картинке, а не слову. А ты привык к тому, что ты работаешь словом. Это вот твой инструмент, и поэтому... А тут нет ничего подобного. Ты работаешь с картинкой, и видео важнее, чем... Как тебе удается, вот «Советник», на котором газета еженедельная, по-моему, была, да? Два раза в неделю. Два раза в неделю, да? Да. Вот. Ну, видимо, я раз в неделю выходил, поэтому мне что-то не зафиксировалось. Итак, вот «Советник», солидное очень издание, очень интересно сделанный. К сожалению, очень быстро закончился. Грамотно сшитый, да. Сколько «Советник» существовало? Чуть-чуть больше полутора лет. Всего, да? Всего, да. И запомнился. К сожалению, да. Ну, вот его прихлопнул кризис 2008 года. Для меня это была очень больная история. У меня было такое ощущение, что просто я прощаюсь вообще с близким человеком. Да. Потому что это был действительно грамотный, очень профессиональный проект, на самом деле. Ну, это еще такой драйв был такой. Слушай, что я в тебе очень ценю, ну, еще в ряду других достоинств твоих, ты умудряешься, и сейчас, может, вот эти фамилии какие-то прозвучат, сохранять свое окружение, своих профессионалов, к которым ты работал. На «Советнике» с тобой Олег работал. Да, Кондратьев, да. Кондратьев, да. Ирина Подлесова. Он со мной немножко работал, и сейчас он с тобой, и Подлесова с тобой, и сейчас. Это крайне важно. Когда вот есть своя команда, тем более проверенная уже, профессиональная очень. Не все это умеют сохранять, и не все это умеют ценить, на самом деле. Вот как ты, твое отношение к профессионалам близкого такого, близкого круга? Ну, во-первых, отношение к профессионалам сначала, да? Первое. Первое. Первое отношение к профессионалам. Я не знаю, как можно еще относиться к профессиональным успехам другого человека, кроме как с восхищением. Вот это не потому, что я хорошая, это потому, что он хороший, да? Я не могу не восхищаться тем, что кто-то делает классно. Красиво. Ну, ты же понимаешь, что среди наших с тобой коллег масса есть, которые вообще исходят на кое-что, от зависти даже захрипел. Мне ужасно нравится выражение, которое сейчас гуляет по фейсбуку, по просторам фейсбука, да, что злиться на другого человека, это все равно, что проглотить яд и ожидать, что кто-то другой от него умрет. Ну, реально, да. Ну, вот примерно так же. Ну, зачем? Ну, на самом деле, когда кто-то делает хорошо, интересно, как он это делает хорошо. Ну, как можно испытывать какие-то там питать завистливые. Ну, да, да. Есть желание понять, проникнуть, сделать как-то не хуже, да? Да, да, да. Посотрудничать, да? Во-вторых, это же здорово, когда рядом с тобой работают классные профессионалы. Ну, это же такая подпитка, такая синергия, это такой драйв, это такое удовольствие. Ну, у тебя же глаза заблестели. Конечно. Это здорово, я этого и добивался. Да, вот мне сейчас, например, очень интересно с тобой разговаривать. У меня глаза блестят. Ну, чудно, чудно. Вот смотри, я покажу еще, наверное, какое-нибудь издание. Мы же субботнее обсудили. А, это мы уже прошли, это мы прошли. Давай следующий номер. Вот показываю номер. Это вторник, это как бы не субботний выпуск. Показываю. Вот, что в смысле затекли безопасности? Видишь, об этом тоже есть. В плане жанрового разнообразия, как ты, как руководитель, вот достигаешь, ну, я так понимаю, что не два жанра, не только там у тебя очерк и... Нет, конечно, конечно, нет. Какие жанры вы, жанры представлены? Ну, есть, естественно, интервью, потому что у нас есть потрясающий интервьюер Света Внукова. Она работает у вас? Она, к сожалению, сейчас ушла на договор, потому что вот, ну, просто вот она так решила, ну, она с нами работает, ей так удобнее, и я очень счастлива, да. У нас сейчас Света на Иволге, она оттуда нам будет делать замечательный дневник. Нет, вообще я Свету знаю с времен коммуны, я ее просто обожаю. Это супер профессиональный. Потрясающий совершенно журналист, потрясающий, да, потому что вот Света, тот редкий уже сегодня пример, к сожалению, к величайшему, но об этом можно долго говорить в целой передаче, я высказываю только о ней, и вот о том, о чем я хочу сказать. Света – пример авторской журналистики. Абсолютно, да. Того, что из наших средств массовой информации в последнее время почти ушло. Я каюсь, я в свое время тоже думала, что вот она должна быть информационной, что факт – это самое главное в журналистике, что важнее всего дать читателю достоверные факты, а не интерпретацию, потому что читатель умный, читатель сам разберется. Такой принцип как бы западной журналистики, потому что на самом деле на Западе, в западных СМИ существует и то, и другое. Да, абсолютно. Колумнистика существует всегда. И будет всегда, наверное. Да, и какие-то вот такие. Со времен Марка Твена, я думаю, всегда. Конечно, безусловно. Ну вот, к сожалению, а это надо уметь, потому что это, конечно, еще владение языком предполагается, да. Своё личное мироощущение. Своё личное мироощущение. Своё понимание какой-то реальности и жизни. Свой интерес к собеседнику всегда. Если мы говорим об интервьюере. Это всегда. Светобестящий интервьюер, да. Своя такая включенность, умение подключиться, в том числе эмоционально, не только головой, не только рационально. Не только там мы задали какие-то дежурные вопросы, получили дежурные ответы и разбежались. Нет. Попытка понять. Вот хороший интервьюер – это всегда попытка понять. Ну, это того, что так мало в нашей жизни вообще. Ну, за свету тебе огромное, конечно, спасибо. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Это Булашалыча Куджал Великий сказал, да. Вот насколько для тебя эта фраза вообще важна в твоей работе и личной, в… А вот, понимаешь, она тоже, она такая очень дискуссионная фраза, потому что она абсолютно справедлива по отношению к художнику, к писателю, к поэту, да. Только как дышит, так и пишет. И уж кому там угождать? Да нет, никому. Это же разговор-то по вертикали. Туда. С тем разговор. Уж ни в коей мере ни с царем и ни с мундиром. Вот. Что касается журналистики, вопрос тут гораздо сложнее. Гораздо сложнее, глубже. Глубже, да. Что значит угодить? Да, вот мы, когда мы говорим про СМИ как бизнес, они вынуждены угождать читателю, рекламодателю. Как минимум. Как минимум. Да. Потому что это бизнес. Когда мы говорим о нашем издании, абсолютно точно, у нас учредители администрации города, мы должны предоставлять информацию, которую нам дает система управления городская. Система управления, жизнь города как такового. Жизнь города как такового, стыковки системы управления городом с интересами горожан. Вот это наша тема. Мы тут угождаем? Наверное. Наверное, мы угождаем, да. Но мы угождаем интересам. Вы также угождаете желанию читателей узнать больше о том, что происходит, реально происходит. Конечно, естественно. А кто сказал, что нашему читателю, нашему горожанину, неважно, какие решения принимает городская дума, городская администрация по поводу совершенно конкретных вещей. Я вот тут, кстати, хочу рассказать. Да, да, да. Вот это наш спецпроект, конечно. Ага. Ага. Вот комментируй. Это вот наша такая история, которую мы реализуем с конца апреля. Еженедельно у нас выходит в каждом районе. Это вот у тебя сейчас не только Красногринский район, а по всем девяти районам города выходит вот такой наш спецвыпуск. Каждую неделю. Каждую неделю. С, ну, как минимум четырьмя полосами абсолютно самостоятельного контента, информации. Районный. Чисто районный. Что происходило в районе, какие люди живут в районе, какие проблемы волнуют жителей каждого района города, как решаются... Престукив развития. Да. Какие вопросы они задают власти районную и городскую, как им отвечает власть районная и городская. Как коррелируется все это. Да. Как сейчас меняется система управления городом, как создаются эти общественные советы микрорайонов, что они делают, кто в них входит. Вот об этом мы рассказываем, потому что реформа происходит, система городского управления городом. И, ну, нам кажется, что читатель сейчас должен получать эту информацию, понять, что, что, собственно, меняется, да, что, с кого можно спрашивать, на кого можно опираться для того, чтобы решать свои вопросы. А это жителям города очень важно знать, безусловно. А есть такой вот журналистский постулат, хорошо пишет тот, кто хорошо думает. Ты согласна с этим? Абсолютно согласна. Вот что дает, ну, кроме образования базового, например, да, но мы знаем с тобой массу коллег наших, которые получали не журналистское образование. Я сама не получала журналистское образование. Ты сама, да, я сам не получал, да, там, Нагаев не получал. Ну, я могу перечислять. Ну, это да, именно. И от этого их, наше их восприятие, умение доносить до читателей свои мысли, они становятся хуже или расплывчатее, наоборот, порой. Мы умеем структурировать тексты, мы умеем работать с информацией. Вот тогда нужен ли диплом или эта вещь такая? Ой, Толя, а вот с дипломом вообще, по-моему, в последнее время такой большой вопрос подвесит. Засада, да? Потому что засада, засада. Знаешь, я разговаривала вот на эту тему, просто спрашивала Сашу Архангельского, ну, ты знаешь, да, Александра Архангельского. Вот. Это по поводу того, что у нас же здесь шум, было объединение вузов, ужас, 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 ужас. Ну, ужас, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Как в том анекдоте, да? Да, как в том анекдоте. Но на самом деле же огромный вызов перед всей системой университетского образования, вообще высшего образования во всем мире, а не только в России. Не только, да. Мы здесь просто как бы захвачены этой волной. Часть общей системы, да. Часть общей, да. История, когда человек может получить образование, ну, в общем, не выходя из своего дома, только как бы через интернет-пространство. Это же становится реальностью сегодня. Может поступить, находясь в Самаре, в любой ведущий вуз мира. Университет мира. Не страны, а мира даже. Не страны, а мира. Да. И выбрать таким образом. А мы обсуждаем, да, какие-то такие вот истории уже вчерашнего дня. При всей моей любви к Альма-Матер, ко всему тому, что, да, что мы называем Альма-Матер, нашим классическим университетом, нашим вузом. Ну, вот мы на таком глобальном тектоническом переломе находимся. На разломе, да. На разломе. Поэтому это все так, не знаю, что будет с образованием журналистки, но то, что он не может быть оторванным от практики журналистской, для меня абсолютно точно. Потому что, будучи оторванным, оно, ну, в лучшем случае, порождает такой вот кадровый ресурс для пресс-служб различных организаций. То есть, ребята могут, да, выйти и написать грамотный пресс-релиз. Причем, вот посмотри, сейчас в связи с тем, что уже обучение не пять лет, а четыре года, практик становится не три, а две. Одна из них вообще ознакомительная. То есть, реально, одна практика. Где, как? Я, на самом деле, очень люблю ребят, которые приходят. Ой, такая чудесная девчонка вчера пришла. Она говорит, ой, я в ней туда попала. Ой, мне вам звонили. Я говорю, нет, мне не звонили. Ой, я, наверное, говорю, как же так нет? И вот она такая эмоционально рассуждает девчонка, которая собирается поступать на журфак. Школьница еще вот прям вчерашняя, она только выучилась. И ей тут нужно портфолио. Ой, а неужели вы правда напечатаете какой-нибудь текст абитуриента? Я говорю, ну, если текст будет хороший, конечно, напечатаем. Давай, мы договорились. Вперед. Ну, вот по темам, вперед. Ну, вот когда вот так вот приходят, как правило, это люди в профессии остающиеся. В том или ином виде. Ну, когда человек сам активно идет и не боится. Иду на вы. Да, потому что для того, чтобы заниматься журналистикой, нужно как-то уметь преодолевать вот этот вот страх оказаться ненужным в этой ситуации. Непонятым. Я вот сейчас совершенно неожиданную вещь покажу телезрителям. Вот тут звезда журналистики самарской, да? И вот обложку очень хорошего журнала, к сожалению, не так регулярно выходящего. Театральный проспект. Это наш дом, Союз театральных деятелей России издает. И вот здесь есть чудесные строчки. И автор этих строк о театре здесь со мной. Вот я чтобы... Может, ты не помнишь свои стихи? Нет, я-то помню, конечно. Да, может быть, не все помнишь. Вот, пожалуйста. И потом я задам один вопрос. Каверзный. То есть на память. На память. Давай. Благословенно будь. Рука гримера. И краски из особого раствора. И переменчивость лица актера, которым отражение наших лиц. И сцены свет. И затемненность зала. А, забыла. Волнение. Ожидание начала. Тут пропущен признание, откровение, финал. Из бархатных тяжелых складок шторы, театр, зеркало, лицо актера, в котором отражение наших лиц. Это вот чудесные строчки. И я даже заставлял за последние несколько лет дважды великих актеров отцитировать с обложки. Это твоя такая погруженность в театральное искусство? Я очередной раз сниму шляпу перед тобой. Это очень давнее стихотворение. Да? Это стихотворение... Какого времени это? Ой, Толя, мне страшно сказать, но это было... Ему больше 30 лет. Да ладно? Да правда. Ты сейчас скажешь комплимент, что я не выгляжу настолько. Я хотел сказать, в каком возрасте ты написал это? Ну, наверное, лет там 19-20. Здорово. Вот. Мы с тобой ведь и встречались в жюри, и в каких-то там тоже театральных. Ты неравнодушен к театру? Скажи честно. Я очень люблю театр. Но у меня с ним, знаешь, у меня с ним такие напряженно-тревожные отношения. Я могу объяснить. Это, знаешь, у меня как с литературой. Я не могу, например, читать какие-то такие легкие совершенно тексты. Легкие я имею в виду не по настроению, не по этому, а по... Ну, такое нормальное чтение, развлекательное. Да, вот такое. Чтиво. Чтиво, да. Я просто не могу. Поэтому я читаю, как бы, достаточно углубленно, и, может быть, даже, как бы, не запоем, не все подряд. И какое-то следующее. Вот для меня, например, последним удовольствием была последняя трилогия Дины Рубиной. Я вот сейчас ее медленно смакую и читаю. Да, вот этот вот «Желтухин», «Голос». Вот сейчас я подхожу к этому, да. Точно так же с Голубкой Кордовой. Точно так же я, допустим, всегда читаю все книги Улицкой, потому что вот такая сегодняшняя очень... Ну, и так далее. Вот по рекомендациям друзей что-то такое, да. И то же самое у меня с театром. Для меня потрясение хороший театр. Я совершенно не могу смотреть и чувствую себя неловко из-за этого, когда меня не цепляет действие на сцене. Мне хочется встать и уйти. Становится неуютно. Я мучаюсь из-за того, что я же не могу встать и уйти. Вот и мне так некомфортно от этой ситуации. Вот эти там оставшееся время очень некомфортно. Оставшееся время очень некомфортно. Поэтому, честно скажу, в театр я хожу редко, но уже когда хожу, то вот для такого очень большого удовольствия. К сожалению, Ириш, вынуждены прощаться, да. Я напоминаю телезрителям, что это была Ирина Лукьянова, главный редактор Самарской газеты. Глубокий поэт, великолепный журналист и своеобразный театрал. Ирочка, спасибо тебе. Успех в твоему зданию. Спасибо. Спасибо. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова